Элиза Яхина в этом году окончила Нефтекамский педагогический колледж, однако устроиться на хорошую работу по профессии ей пока не удалось. Девушка считает, что проблема кроется в трудовом стаже, который требуют работодатели, ведь у выпускников его нет. Еще одна причина, которая не дает найти работу, по мнению Элизы, это невостребованность профессии на рынке труда. Пришла узнать насчет педагогов, требуется ли педагоги в Нефтекамске, потому что сама окончила педагогический колледж. Поэтому очень интересно. Здесь я нашла, оставила свою анкету на реабилитационный центр, где требуется педагог-организатор, культа-организаторы, потому что профессии очень такие интересные, организаторские. Представители частных и государственных организаций и учебные заведения с готовностью представили горожанам вакантные места на своих предприятиях и возможность переквалифицироваться. Самыми востребованными на рынке труда по традиции являются рабочие профессии, среди которых повара, слесари, водители и отделочники. Не хватает рук и в рядах медицинских работников. В данный момент нам требуется два продавца-консультанта. Мы занимаемся продажей крепежных материалов, электроинструмента. Мы не первый раз участвуем в ярмарке вакансий. Я, работая раньше в другой организации, тоже постоянно участвовала в ярмарках, потому что это очень нужное дело. Люди ищут работу, найти не могут. Но единственное, сейчас молодежь как-то работать не хочет. Приходит, им нужна сразу большая зарплата. А я считаю, что нужно поработать, себя показать. Москва тоже не сразу строилась, помаленьку строилась. На 20 октября текущего года на учете в городском центре занятости населения состоит 812 человек. При этом уровень безработицы составляет 1,16%. Данный показатель ниже республиканского, но тем не менее и над ним необходимо работать, отмечает директор местного центра занятости. В центре занятости также проводится профориентационная работа среди желающих, профессиональное обучение и подготовка безработных. Кроме этого, у нас есть штатный психолог, который сегодня на ярмарке может провести тестирование на профприготность, где желающие могут определиться с будущей профессией. Еще одно направление, в котором ведется работа по предотвращению роста безработицы, это выделение правительством России субсидий на временную занятость и профессиональное обучение работников, которые находятся под риском увольнения. К данной категории относятся сотрудники Нефтекамского автозавода и ИСКОЖа, которые в ближайшее время приступят к переобучению. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».